Начинаем оформлять наш бутончик. Для этого берем два листика. Прикручиваем к бутончику. Теперь нужно нам опоясать, так сказать, обвязать наш бутончик. Можно так же, как бутон скручивали, можно и листочки, и лепесточки вокруг листочки. Дальше нам понадобится проволочка и флорлента. Берем кусочек флорленты. Начинаем приматывать к нашей проволоке. Прямо под самое основание бутона, чтобы скрыть нашу проволоку. Дальше берем листики и по кругу начинаем их прикручивать. Приматывать флорлентой. Приматываем так, чтобы получались они симметрично относительно. 6 лепестков и сюда листочков приматываем. Приматываем. Дальше флорлентой закрываем всю нашу проволочку. Лишние длинные нам не нужны. Стригаем, чтобы ровненькая веточка была. Сделали такую веточку с бутончиком. Теперь немножко листочки отгибаем, чтобы по объему не была веточка посимпатичнее, чтобы пустоты между лепесточками не было. Вот. Ну и второй бутончик таким же способом мы с вами делаем, как и этот. И соединяем их вместе с помощью той же туристической ленты. Соединили. Два бутона пойдут у нас первые. Вот в нашем основном цветке. Уже ниже будут идти у нас сами цветы. Вот. Приматываем их, где у нас скоса среженная, чтобы более аккуратно было, к основной проволоке. Я взяла медную, она более прочная, не гнется так, как алюминиевая. Ну и отрезала с полметра. Там посмотрим, какая длина нам подойдет. Сюда можно подогнуть и отстричь лучше взять чуть побольше. Вот. Теперь приматываем наши бутоны к основной ветке. Для того, чтобы не было видно вот этих переходов, от проволоки к проволоке добавляем, можно добавить листиков. Поэтому я советую зелени делать побольше. Она лишней не бывает. Вот. Еще один добавим, чтобы закрыть переход тонкой проволоки к толстой. Вот. Бутоны мы приматали. Теперь мы будем оформлять цветы таким же образом. Теперь то же самое, как мы с вами бутоны вворачивали, так же и оформляем наш цветок. Для того, чтобы не было видно перехода, так как здесь у нас достаточно толстая, много проволоки скопилось. Мы будем ее присоединять вот где-то в серединочку. Вставляем наших проволочек. Начинаем обматывать флор лентой. Так же под бутончик, чтобы как можно меньше было видно наши проволоки. Сначала нам нужно будет зафиксировать вот эту нашу толстую проволоку с бутоном крепко. Чтобы не сгибалось, ничего, надежно было. Теперь опять поднимаемся вверх. И начинаем так же по кругу, по очереди приматывать листики. Я беру по три листика где-то на один круг. Чтобы симметрично все смотрелось. Проматываем. Какое-то расстояние. Сантиметр полтора. Теперь опять пошли листочки. Продолжение следует... Повторяю в миске... Дорезаю флаг ленты. У меня тут не хватило немножечко. Почему ее удобно работать не будет видно, куда мы ее добавили. И так до конца. Прокручиваем наш цветок полностью стекло, чтобы был зелененький. Расправляем все листики. Опять-таки копилку тончика. На изветочку маска тоже. Теперь нам остальные два цветка можно тоже самое с ними проделать. Что есть самым крупным. Теперь приступаем к сборке полной ветки нашей. Берем флор-ленту. Берем самый маленький цветок. Он пойдет у нас после бутона в первом. Присматриваемся. Все хорошенько. У нас завершающий этап уже. Прикручиваем. Дальше смотрим на каком расстоянии у нас будет второй располагаться цветочек. Чуть пониже будет. Значит нам нужно еще просто флор-лентой пройтись пока по степям. В таком расстоянии прикручиваем второй, чуть пониже. Торопиться не следует тому, что цветы получаются тяжелые. Это все-таки стекло. Так, чтобы все было закрыто, чтобы все было аккуратно. Так, смешиваем, где у нас будет третий располагаться цветочек. Вот, в таком расстоянии. Тяжело показывать, потому что в камеру не влезает. Но надо все это прикрутить. Теперь прикрутили все три цветка и уже до конца проволоки мы закрываем флор-лентой, чтобы нигде не было у нас пробелов, никаких косичков. До самого конца промотывания вы его освоили. Покажу как будет выглядеть ветка. Конечно это все будет расправляться, придаваться форме будет. где-то дофиксироваться, если как уходит оно от нас. И получается вот такая ветка у нас с лилиями. Продолжение следует... Продолжение следует...